МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Итоги недели. Смотрите выпуски. Сохраняя традиционные ценности, губернатор Павел Малков наградил многодетные семьи правительственными наградами. Глаза, наполненные любовью, организаторы проекта «Жены героев» представили выставки портретов. По хрупкому рду сотрудники МЧС предостерегают рыбаков от выхода на водоем. Накануне Дня матери в зале торжественных приемов правительства Рязанской области Павел Малков вручил награды многодетным семьям. Сохранение традиционных ценностей – главный приоритет нашей страны. Его четко обозначил президент нашей страны. Заявил он. В жизни каждого ребенка мама – самый главный человек. И мы, даже повзрослев, рядом с ними остаемся детьми. С этих теплых слов начал церемонию награждения губернатор Павел Малков. Традиционные семейные ценности, как для Рязанской области, так и для всей страны – безусловный приоритет дальнейшего развития. Именно поэтому для тех, кто поддерживает традиции, так важно общественное признание, благодарность за родительский труд. Многих Павел Малков назвал поименно. Вот здесь вот у нас сейчас в зале есть семьи, которыми мы гордимся. Вот, например, у нас в семье Базалевых 8 детей. У всех ребят крепкая гражданская позиция, занимаются спортом, творчеством, волонтерской деятельностью. Или вот у нас в семье Данильченко трое ребят. Старший сын учится в финансовом университете при правительстве. Средняя дочь – школьница, спортсменка, музыкант. Ну, а младший только 4 годика, но знаю, что все еще впереди у нее. Я верю, что прекрасное будущее, потому что есть заботливая мама Светлана Михайловна. Семья Митрохиных с сыном и четырьмя дочками в этот день тоже среди награжденных. Секрет успеха многодетной семьи, говорят Михаил и Полина, отзывчивость и умение ставить интересы других выше своих. Мне кажется, когда в семье царит любовь, взаимопонимание, взаимовыручка, то все какие-то такие технические вопросы, они отходят на второй план. Вот у нас поступила дочка, да, помощница моя. Вот, все функции помощи ее взял сын на себя. Сразу возрослел как-то, помогает нам. Многодетность – это та база из самого раннего водорода до ребенка, которая позволяет ему в обществе, ну, избавиться от такого эгоцентризма. А мне кажется, это самое главное болезнь сейчас современного человека. Поэтому многодетность – это правильная политика государства, и я думаю, что в этом направлении мы движемся в правильную сторону. Шесть семей получили почетный знак «Родительская доблесть», девять – «За веру и добродетель». Еще четыре «Четы» за воспитание детей получили премию «Признание». Такое количество пар, достойно воспитывающих своих детей, подающих пример в укрепление института семьи, для Рязанской области тоже уже добрая традиция. О фотопроекте «Жены героев» мы рассказали вам некоторое время назад. Сегодня в библиотеке Горького состоялось открытие выставки портретов, которые получилось создать на съемках проекта. Говорить об этой фотовыставке сложно, ведь это не просто галерея портретов в привычном смысле. Здесь лики женщин, которым выпала непростая доля. Глаза полной любви и боли с каждой фотографией. На хрупких плечах мужской китель. Это некая материальная связь с любимым, которой много месяцев далеко, и символ той защиты, которую обеспечивает прямо сейчас тот, кого она выбрала в мужья. Мой супруг получил звание гвардей подполковника и очередное повышение по службе в феврале месяце. И свой китель ему не удалось с парадными погонами надеть. Поэтому ребят, которые вместе с ним служили, помогли мне сделать погоны. И я приняла участие в этой съемке. Это важно, и это нужно им. Это наша связь с мужьями. Это наша, может быть, у кого-то последняя возможность написать письмо своему супругу. И сказать ему то, что мы гордимся. Я горжусь своим супругом. Я хочу, чтобы мои дети гордились. Я хочу, чтобы про него никогда не забывали. И чтобы про ребят, которые там погибли, которые там сейчас воюют, переносят все трудности и тяготы, которые выпали на их горь. Которые защищают наше мирное небо, чтобы мы могли спать, чтобы мы могли водить детей в сад, в школу. Да, есть и портреты тех, кому мужья уже не вернутся. Но это фотосвязь, дань памяти. Символ единства и любви, которая сильнее смерти. Все эти женщины с достоинством принимают свою долю. С них бы взять пример мужества, мудрости, стойкости. Как из тех, кто терпеливо ждет каждой весточки с передовой и скорейшего возвращения своего героя. Анжелика Денисова, фотограф, подхватила идею саратовских коллег, собрала команду единомышленников, в соцсетях разместила приглашение к участию для жен военнослужащих. В результате получилось больше 50 портретов. К каждому из снимков приложено письмо от той, которая ждет тому, для кого сегодня это самая важная причина вернуться. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Каждый ноябрь стартует с традиционного предупреждения МЧС о том, что на зимнюю рыбалку идти пока рано. И каждый раз информацию эту слушают далеко не все. Вот и в этом, пока еще толком не начавшемся зимнем сезоне, уже появились печальные новости. Сообщение о пропаже человека поступило в дежурную часть по Рязанскому району 21 ноября. Пропал 73-летний мужчина. Ушел рыбачить. По предварительным данным было установлено, что данный гражданин поехал на реку Шумка в Рязанском районе с целью рыбачить. Соответственно, сотрудники полиции начали осуществлять мероприятие по его розыску, что пригласили водолазов, сотрудников МЧС, которые 22-го числа нашли его утонувшим. Тело извлекли из реки. Сотрудники МЧС говорят, что рыбакам пока стоит потерпеть. Толщина льда сейчас едва достигает 5 сантиметров. Ни о каком выходе на лед, говорят, речи быть не может. Таких удильщиков нужно отговаривать. Если человек провалился, первым делом нужно позвонить 12, вызвать спасателей и по мере возможности оказать ему какие-то действия для спасения. То есть какие действия у нас могут быть. Протянуть какую-то палку или шарф подручный, опять же, если он в зоне воздействия. Если он далеко, можно попробовать к нему подойти, говорят сотрудники МЧС. Взять палку, используя вместо пешни продалбывать лед и добраться до него. Или перемещаться лежа. Протянув обычную палку, можно попробовать вытащить провалившегося человека. Главное закрепиться самому, например, воткнуть ключи в лед. И все же сотрудники МЧС советуют дождаться двухнедельных холодов, когда температура опускается ниже минус десяти. Но даже при такой толщине льда не стоит забывать о спасательном жилете, веревке и самоспасателе. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Погода Рязани не балует. Ледяной дождь и снег накрыли город. Но коммунальные службы оказались к этому готовы. Об этом на правительстве заявила глава администрации Елена Сорокина. Новая техника в Рязань продолжает пребывать. Сколько, чего и куда, расскажем далее. Дождь, гололед, слякоть. С этой темы начал заседание правительства Павел Молков. Конечно, все это для осенней Рязани не в новинку. И в связке с синоптиками к таким явлениям городские власти подходят во всеоружие. Вот и на этот раз сюрпризом непогоды для коммунальщиков не стало. На улицы вышла пока вся возможная техника. Работают днем и ночью. Песко-соляная смесь есть как минимум до конца января. И в декабре мы объявим торги на 2023 год, как только откроются лимиты. Все службы работают в круглосуточном режиме. А в связи с ожидаемыми ледяными дождями вообще все коммунальные службы города и ресурсоснабжающие организации переведены в усиленный режим работы. Созданы оперативные бригады для реакции на возможные чрезвычайные ситуации. Реагировать на погодное ЧП всегда удобно при наличии большого количества техники. Она в управление благоустройства продолжает поступать. Первые 15 из 35 машин уже на месте. Конкретные цифры того, что будет еще, озвучил вице-губернатор Артем Бранов. Вторая партия машин ожидается до 15 декабря и третья до конца года. Мы покупаем автогрейдеры, погрузчики, снегоочистители, экранные манипуляторы, бульдозеры. В общем, техника достаточно разнообразная. Как раз позволит нам закрывать большинство вопросов, которые возникают с уборкой. Плюс на этой неделе, я надеюсь, мы уже получим 26 единиц техники с Москвы и тоже ее распределим. Большую часть на город, хоть часть отдадим муниципалитетам, с кем уже договорились об этом. Впрочем, и это еще не все. Губернатор Павел Малков заявил, что техники будет еще больше. Но пока все карты он раскрывать не будет. Дескать, объявим после заключения всех соглашений. Ноябрь-декабрь вообще станут для Рязани насыщенными технически. В области ждут еще и новые школьные автобусы. Причем сразу надо Ольга Сергеевна посмотреть, чтобы они были подготовлены к зимней эксплуатации. Если вернуться на шаг назад, Елена Борисовна, по уборке снега, еще просьба техника теперь есть, будет еще больше. Не допускать сужения полос, как это было раньше. Одна из жалоб, которая часто звучала в предыдущие годы, снег вывозить сразу. То есть не оставлять побочину в середине дороги, а чтобы у нас дороги были чистые. С поручениями в районах на этот раз дело обстояло куда лучше, чем на прошлой неделе. В том числе и за новой практики. В правительстве еженедельно проводят час муниципалитета, где все актуальные вопросы держат на контроле. После очередного такого там ожидаются масштабные изменения. Отдельным проектом по развитию сельских территорий агломерация попала в федеральную программу на 23-24 годы. В рамках проекта будет построен детский сад на 80 мест, школа на 132 места, школа искусств с точкой доступа к сети интернет и в селах Новая и Вослибова будут проложены водопроводные сети. Общая стоимость проекта 522 миллиона рублей. Он примерно в равных частях разбит по годам. Соответственно, мы сегодня, ну не сегодня, а сейчас приступаем с районом к формированию конкурсной документации, чтобы в максимально короткие сроки в 23-м году приступить к реализации проекта. Там же, в Скопинском районе, сегодня меняют водопроводные сети. Возмущение тамошних жителей отсутствием воды местная власть обещает купировать уже завтра с завершением ремонта. А вот с появлением еще одного пешеходного перехода у гипермаркета Глобуса и с очисткой реки Трубеж придется подождать как минимум до следующего лета после оформления всех бюрократических процедур. В этом году по проекту местных инициатив началось восстановление бульвара имени Пушкина. Расположен он от медгородка почти до Центрального парка культуры и отдыха, пересекая улицы Пушкина и Гагарина. Однако знают о его существовании разве что старожилы. Первый шаг в сторону восстановления сделали. Состоялась народная приемка. Долгое время эта площадь была неблагоустроена. Пространство между домов, поросшее сорными растениями, кто бы мог предположить, что когда-то здесь был бульвар. От улицы Дзержинского и сюда, тут был, как скажем, Арбат. Там шлагбаум стоял, потому что тут слепых много. И машин тут не было. Ходили. Тут лавочки стояли. Цветы были, пионы, жасмины. Тут очень хорошо было. В этом году родилась мысль восстановить бульвар. Голосовали местные жители активно. И вот территория попала в программу благоустройства. В этом году работы только начались. Сделали самое критичное, наверное, место. Синхронизировали с городскими программами по замене теплосетей. И в этом году небольшой участок, но тем не менее, самый наиболее транзитный в этом году сделали. Сделали проезжую часть, сделали дорожки, согласовали с жителями. Выпилили старые деревья аварийные. И с одной стороны, и с другой стороны бульвара. Бюджет работ на первом этапе 2,5 миллиона. В них уместили совместный проект с теплосетями, пешеходные дорожки, расчистку зарослей американского клена из старых деревьев, ремонт проезжей части и установку вазонов для клумб. То, что сделали, очень хорошо. То, что было и что сейчас, конечно, очень здорово. Ну, хотелось, конечно, чтобы до ума еще все это довели. Во-первых, деревьев столько у нас здесь спилили, они, правда, были сухие. Ну, и что-то, наверное, возместить нужно, посадить что-то еще, насаждения какие-то. Я бы, например, за то, чтобы поставили все-таки бюст хотя бы Пушкину, раз он сквер Пушкина. Вазоны красивые. Ну, и хотелось бы, чтобы еще красивее было. Начали очень хорошо, мне нравится. Но хотелось бы, чтобы, во-первых, не бросили на полпути. А что начали, очень замечательно. Вот, мне все нравится, и вазона нравится, и что вот выровняли, и все. Наверное, будет это, ну, будет красиво. Я даже не хочу что-то грандиозного хотя бы вот доделать, что есть. Не, ну, конечно, асфальт сделали, все это. Все нормально, да. Все нормально. Только представьте, что в городе появится новое общественное пространство. Целый бульвар. Конечно, решать это местным жителям. Все будет зависеть от того, проголосуют ли они за продолжение благоустройства именно в этом месте. Разговариваем с жителями по поводу продолжения, по поводу реализации второго этапа. Выбираем место, или пойдем в сторону Гагарина, или все-таки пойдем к медгородку. Все согласовываем. Ну, надеюсь, в следующем году тоже второй этап продолжим. На всем времени проведения работ сопровождали жители, как и всегда у нас по программе поддержки местных инициатив. Сегодня вот очередная встреча с жителями по оценке результатов проделанной работы. Программа поддержки местных инициатив давно показала свою эффективность. Люди активно принимают участие во всех этапах, от проекта до реализации. И бульвар Пушкина это только подтверждает. Пайщики строительно-гаражного кооператива «Ручей-К» на Касимовском шоссе ждут возведения гаражного комплекса уже несколько лет. Первый подрядчик бросил работы на нулевом цикле, второй обустройство продолжил, но сегодня все приостановлено. От пайщиков и строителей требует денег первый застройщик. Дело дошло уже до суда, где разобраться, кто кому и сколько должен, пока не получается. Руководитель гаражного кооператива Игорь Алексашкин показывает, что осталось от уже готовых боксов на первом этаже пока еще не достроенного гаражного комплекса. Сразу видно, работали кувалдой. Подозрения на то, кто мог это сделать, у Игоря Алексашкина, конечно, есть, но вслух обвинять заказчика этого разгрома персонально он пока не хочет. Дескать, кому выгодно и так понятно. Судебная тяжба с первым застройщиком уже идет два года. Иск говорит о том, что якобы наш кооператив не оплатил ему деньги за его работу. Он требует, чтобы мы заплатили ему где-то около 19 миллионов или 20 миллионов за нулевой цикл и 7 миллионов за моральный ущерб якобы. То, что мы пользовались его деньгами. На самом деле понять, кто кому и сколько должен без небольшого экскурса в историю точно не получится. Итак, в 2012 году жители ближайших домов вот на этом самом месте, на Касимовском шоссе, решили снести все железные ракушки и построить современный трехэтажный гаражный комплекс. Открыли кооператив на 160 человек, собрали первоначальный взнос по 50 тысяч, нашли подрядчика. Он должен был построить так называемый нулевой цикл, но деньги у него быстро закончились. Может быть, смета была завышена, может быть, стройматериалы подорожали. Факт остается фактом. Даже нулевой цикл, по сути, построен не был. А деньги? Какие деньги? Ваш кооператив мне еще должен, заявил подрядчик. Все расходы руководство кооператива вносило в обычную тетрадь, по старинке. И вот правомерность этой тетради подрядчик вроде как оспорил в суде. Хотя кулуарно в телефонных разговорах признавал все. Я у тебя конкретно вопрос задаю, Ром. Почему ты мне отчеты не даешь по деньгам? Я третий год тебя прошу, блин. Какие деньги ты брал, блин, у меня? За строительство. Так у нас все, чтобы расписать в тетради. В чем вопрос? Эта запись разговора попала к нам совершенно случайно. В ней, как видим, легитимность тетради не оспаривает никто. То есть деньги этот человек отправление кооператива все-таки получал. А вот по цифрам расхождение существенное. Судя по иску к автокооперативу примерно на 26 миллионов, подрядчик не получал отправления ни копейки. Но это как раз лукавство, говорят в кооперативе. Первоначально 26 он подал. Что якобы ему, что он за свои деньги. Ну, откуда у него могли взяться денежные средства, и для чего было проводить собрания, и на которых он даже предлагал. Уже вот закончились деньги, предлагал. Ну, может, вы кредиты возьмете, ну, членам кооператива. Ну, конечно, на это никто не согласился. И вот таким образом, считайте, стройка, 17-й год, все, стояла стройка. Вот. А в 18-й, 19-й, 20-й потихоньку здесь вот началось строительство. А 21-й, 22-й год полностью мы, стройка прекратилась в связи с судебными рассмотрениями. Сегодня остов гаражного комплекса стоит, но это заслуга не первого подрядчика, а уже второго, пришедшего ему на смену. Если бы не судебное разбирательство, говорят здесь, комплекс был бы уже построен. Деньги инвестора на тот момент были, но тяжба все приостановила. Тем временем обычные пайщики, вложившие в стройку почти по полмиллиона своих кровных, уже близки к отчаянию. И к подрядчику, подавшему в суд, отношение тут явно недоброе. А то эти суды, вот этот Васильев, он уже надоел всем уже. Не хочешь ты, но ради бога, ты не мешай другим, как в любой стране, но не мешай ты тогда хотя бы, чтобы люди достроили, чтобы ночью. И деньги вернул, которые отдал. Мне тоже 60 лет военный на пенсии, в отставке. Вот сын у меня сейчас старше второй раз уже, но в Украине тоже самое. Как-то хочется, чтобы и осталось что-то, и детям что-то было нормальное. Для них стараемся всегда, всю жизнь. А тут получается вот такую вот. Пока что телефон подрядчика недоступен. Зато доступна история его деятельности. Свою фирму он регистрировал в свое время именно здесь, на месте стройки гаража. И вот сейчас почтой на этот адрес стали приходить постановления судебных приставов на разные суммы. И даже из других регионов страны. Видимо, там эта фирма тоже наследила. Судя по всему, подача иска к пайщикам, это был такой ход конем. Заявленной суммы должно хватить на покрытие долгов. Вот и получается, что пайщики теперь, по сути, должны заплатить дважды за работы, которые, скажем так, даже сегодня вызывают споры. Депутаты Рязанской городской думы увеличили доходы и расходы городского бюджета на 206 миллионов рублей. В том числе за счет дополнительных поступлений в 126,6 миллиона в качестве межбюджетных трансфертов. Львиная доля новых поступлений в городскую казну – это так называемые «школьные деньги». Межбюджетными трансфертами из вышестоящих бюджетов общий объем дотации увеличен на 147,8 миллиона рублей. 145,5 из которых пойдут на организацию получения общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования. Станут больше доходы, а соответственно и расходы на транспорте. Впрочем, главный вопрос включал в себя не только это. В связи с необходимостью финансирования первоочередных расходов увеличивается ассигнование на 86,3 миллионов рублей. В том числе 19 миллионов рублей на возмещение недополученных доходов предприятиям транспортов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан. На оплату труда 18,2 миллионов рублей, в том числе на увеличение фонда оплаты труда органов местного самоуправления в связи с индексацией на 4%, 6,6 миллионов рублей. 12,8 миллионов рублей заключение муниципального контракта на перевозку пассажиров. 10,2 миллиона рублей – питание детей в детских садах. 10 миллионов рублей – оплата коммунальных услуг учреждений подведомственных управлению образования молодежной политики администрации города Рязани. Кроме того, 4 миллиона 200 тысяч рублей власти направят на благоустройство главных площадей и парков – скверов имени Маргелова и Нособорной, площади Победы, Лесопарка и Нижнего Городского парка. Изменения в бюджет депутаты поддержали единогласно, как и обустройство новых мемориальных досок рязанцам, погибшим в СВО на Украине. Таблички на фасадах двух школ – 1 и 67-й – установят за свой счет ветераны-патриоты. Герои – Семен Суховской и Евгений Штонда. Тексты на табличках будут практически идентичны. В этой школе учился гвардия-капитан ВДВ Евгений Николаевич Штонда. Героический погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации награжден орденом мужества посмертно. Маленький нюанс. Ранее с представителями администрации депутаты договаривались устанавливать мемориальные таблички только на отремонтированных фасадах школ. Эту традицию в мэрии пообещали неукоснительно соблюдать. Выставка «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков» из собрания Рязанского художественного музея открылась в ноябре. Собрание Западноевропейского искусства Рязанского художественного музея сравнительно немногочислено, а тем не менее на выставке собраны работы мастеров XVI-XIX веков из фондов, отражающие наиболее важные и общие для всего европейского искусства тенденции. Многие из них занимают свое достойное место в общем контексте истории искусства Западной Европы. Гордостью собрания в музее считают произведения голландского искусства XVII века. Венера с голубями знаменитого Морельсе полна многозначной символики и без сомнения заставит остановиться и долго рассматривать детали. Написано на дереве, отреставрировано. В залах музея в иное время ее не увидеть. Пейзажный жанр представлен классически выстроенным пейзажем со стадом, предположительно мастера Бота, и наполненным пантеистической торжественностью пейзажем с оленем неизвестного художника Круга Ван Рейстеля. Мы всегда гордимся такими выставками, потому что сделать их необычайно сложно. Ведь не секрет, что практически все музеи показывают лишь малую толику своих сокровищ, от одного до пяти процентов своей коллекции. Так и в нашей постоянной экспозиции представлено около тысячи вещей. А владеем мы коллекцией более чем 12 тысяч подлинных произведений искусства. Многие сюжеты, которые стали популярны в 18 веке, когда с реформами Петра I пришла не только политика и экономика, но и искусство Западной Европы, мышный декоративный характер искусства 18 века передает натюрморт с птицами неизвестного художника. Кстати, он ни разу не был показан широкому зрителю. И сейчас впервые демонстрируется после реставрации. А искусствоведам музея изучают символику, изображенного здесь, разгадывая каждый образ. Каждая работа европейского художника, созданная в прежние века, несет для нас очень много тайных смыслов, загадок, символики. Потому что действительно все работы, они настолько символичны и непонятны часто современному зрителю, незнакомому, допустим, с античной мифологией или какими-то средневековыми сюжетами. А западноевропейские художники ориентированы, конечно же, на историю искусства, начиная с античных времен, эпохи Возрождения и так далее. К той же эпохе принадлежат служившие украшением интерьера досюдепорты с образами античной богини Венеры. Романтические настроения середины 19 века отражены в сценах борьбы человека с бушующей стихией или, напротив, в идиллических и полных созерцательности пейзажных мотивах. Увлечения художников второй половины 19 века разновременными историческими мотивами иллюстрируют произведения Мея, Бакаловича и Савини. Пиететом к искусству старых голландских мастеров проникнуто творчество живописцев второй половины 19 века – Шабрие и Бартельса. Несомненно, внимание зрителей привлечет изысканный портрет итальянской певицы Аделины Патти, выполненный представителем австро-венгерского искусства начала 20 века Эбертом. Интересны работы художников салонного академического направления 19 века, которые были наиболее востребованы в свое время. Они украшали интерьеры, они пользовались особой популярностью у неискушенных зрителей. Женские головки, различные пейзажи, жанровые сцены – это всегда очень любимо зрителям, всегда очень популярно. И вот на нашей выставке вы можете увидеть множество таких обращений. Кстати, большинство таких салонных работ поступило к нам в 80-е годы из коллекции генерала Крестьянинова. В состав выставки вошло более 50 произведений живописи, рисунка, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Многие из них прошли серьезную реставрацию и экспонируются впервые. Многие получили новое авторство или уточнение сюжета. Именно поэтому выставка является важным этапом в изучении и популяризации собрания Западноевропейского искусства музея. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». У меня все новости к этому часу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова